Здравствуйте, с вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Интересно будет. Обещаю. Самарский любительский хоккей празднует триумф. Впервые за новейшую историю наши дворовые команды Меридиан-Куйбышевский район и Чайка-Красноглинский район едут играть в суперфинал всероссийского турнира «Золотая шайба». Как удалось добиться такого успеха, мастеру спорта расскажут Андрей Сауков, тренер хоккейного клуба «Чайка» и помощник капитана старшей команды Дмитрий Тыгонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дети, конечно, рады, родители все рады. Ну и теперь будем готовиться к поездке в Сочи. Дмитрий, самый запоминающийся матч из двух в финале? Конечно, последний матч с Маратом, который мы играли. Игра была очень равная в первом периоде. Ну а после второй забитой шайбы как-то нам стало легче и мы добили соперника. Ну а было понимание, что вы победите? Или все-таки была какая-то интрига, может быть, какой-то страх, что пропустите шайбу, игра как-то сложится по-другому? Ну да, было, конечно. Когда в первом периоде мы ввели 1-0, было очень много выходов 1-1 на нашу вороту, но наш воротарь молодец и не пропустил. Андрей, как удалось настроить команду на победу как раз в матче с Маратом? Настроить? Ну как? Даже, я бы сказал, даже их и не надо было настраивать. Они, мы как бы увидели с Валерием Михайловичем, у них глаза у самих горели, и они как бы сами себя настроили. Мы им дали пару минут подумать, чтобы они посидели, между собой пообщались. Ну как бы по себе, по играм сказали свои ошибки, которые мы в первой игре сделали с Красным Яром. Вот. Ну, указали на ошибки и... А Валерий Михайлович это кто? Да-да, Валерий Михайлович. Он, как говорится, всю жизнь работал в ЦСКА ВВС, сейчас работает с 2009 и 2010 годом в Комете. Ну, он начинал в Мэйке. Конечно, его тоже вклад есть в эту победу. Без него, не знаю, как бы справились, не справились, но его огромный вклад тоже есть в эту победу. Что он преподнес вот в команду? Он нас очень сильно настраивал вместе с Андреем Александровичем. Ну и мы старались и добились успеха, который все ждали. Ну что вот известный хоккеист Мэйка, тренер профессиональный, что вот он вам говорил, вот лично для тебя, что ты вот для себя оценил и стал для тебя важным в хоккее? Какие слова он для тебя нашел? Ну, он сказал, это последний ваш год, в который вы можете куда-то поехать, что-то выиграть, показаться каким-то более сильным командам. И поэтому мы все и хотели победить. Может быть, кого-то в другую команду возьмут. Как бы, так же он сказал, что у вас еще, вам двери не закрыты в той же комете 2002 года, то есть вы покажите сами свою игру и вас могут заметить. То есть из любителей перейти в профессионалы, да? Да. Ну, для вас, для ребят это важно? Ну да, конечно. Это твой уровень для тебя и для твоих друзей. Вообще, как готовится команда к соревнованиям? У нас есть три льда, четверг, пятница, суббота, мы тоже там тренируемся. Но это, опять же, все это мало. К подготовке к Сочи, как бы, хотелось распять в неделю лед. Вот мы отправили в Федерацию письмо, чтобы они как-то помогли нам это. С подготовкой. С подготовкой, да, к Сочи, во-первых, и лед, чтобы, как бы, там, в министерство о них, как бы, ну, должны позвонить, там, или как-то тоже какие-то бумаги. Я думаю, что это, ну, не останется в стороне. Они же тоже понимают, мы же едем не чайку приставлять, а едем приставлять Самарскую область, как бы. Дим, твое мнение, выдержите ежедневные тренировки? Конечно, мы хотим, чтобы кататься каждый день и показать себя в Сочи во всей красе. По регламенту, как я знаю, можно команды уже на финальном этапе усиливать. Пять плюс один. Пять игроков и одного мартаря. Вот у вас есть потребность в этом или нет? Или у вас команда такая целостная, в три пятерки можете хорошо собирать? Как бы, всем перед играми, ну, после игры, после финала, все там, конечно, все это хорошо. И всем сказали то, что еще никто не, костяк команды еще не назван, кто поедет в Сочи. Будем еще, ну, приглашать других игроков, просматривать, чтобы, как бы, более-менее сделать больно сильную команду, чтобы поехать там и, как говорится, не позориться. То есть у нас приходят игроки там с других команд, и мы их просматриваем. Но вы как тренер уже за турниры «Золотая шайба» кого-то вот присмотрели, кого хотите взять к себе на усиление? И там, из каких команд там или на каких позициях? Вот вы видели? А это секрет, я не буду говорить. Ну, есть игроки, да, мы их приглашаем, они приезжают вот тоже на тренировки, мы их просматриваем. Ну, тогда вот для тех ребят, которые, может быть, сами проявят желание, да, пройти просмотр, вдруг вы их возьмете, объявите, когда тренировки, в какое время, куда приходить, может, тренеры услышат дворовых команд? Вот у нас, например, на орбите в четверг в 17.30 лед. Вот. Но это, опять же, все, говорю, платный лед, это за счет родителей. По пятницам у нас в 19.00 на «Кристалле», вот. А в субботу в 18.00, а, в 17.45 тоже на «Кристалле», вот. А так вот у нас пока есть погода, вот, ну, каждый день, там, понедельник, вторник, среда катаемся на открытом льду на «Чайке». Кто хочет это, информация, могут звонить на стадион «Чайка», на вахту, там у них все есть расписание, они, как бы, все скажут. Угу. Ну, расскажите вообще, как собиралась эта команда чемпионов, сколько ребят времени тренируются вместе, и легко ли вообще попасть в ваш чемпионский коллектив? Очень легко приходить, самое главное, было желание, приходят, мы никого не, у нас нет такого, то, что мы посмотрим, ага, он катается, все, берем, а если он не катается, мы его отсеем, нет, у нас приходят все, кто умеет кататься, кто не умеет, мы бюджетное учреждение, мы не имеем права никого не брать. У нас пришли, есть желание, вот. А косяк этой команды, грубо говоря, ну, лет семь-то у нас уже, да, занимаются, да, а вот некоторые, там, два-три человека подходят, вот, пришли там, в том году пришло три человека, вот, из-за кометы, потому что они там не проходят, а у парней есть желание играть, они приходят, как бы, вот, занимаются и выигрывают, как бы, вот так вот. А основное у нас, ну, семь-восемь лет, так вот, более-менее мы. Ну, это для тех тренеров, кто сейчас занимается тоже дворовыми командами, чтобы было понимание, что чемпионами не становится там за один сезон, да, необходимо много трудиться и ребятам, и тренерам. Грубо говоря, мы в 2015 году в средних юношах выигрывали вот этим же возрастом, ездили в Оренбург, вот эта команда, ну, там, правда, было у нас семь человек, а сейчас уже больше, то есть народ подходит, подходит. Ну, и вот мы уже добрались, можно сказать, до Сочи, с каким настроением туда едете и что хотите там увидеть и что показать? Конечно, едем с боевым настроением, хотим попасть хотя бы в топ-10 команд. Сыграть на том льду, на котором играли олимпийские чемпионы, там же, там, игроки с НХЛ, там, Овечкин и Кросби, там, и так далее. Смотреть, да, вот, объекты, но, опять же, я хочу сказать то, что не в топ-10, а мы, не то, что мы с Валерием Михайловичем, а я вообще хочу, чтобы мы выиграли. Кто будет против? Будет немножко и мандража, и гордости за то, что играешь там, где играли чемпионы олимпийские и чемпионы мира. Что вы можете пожелать тем командам, которые участвуют в турнире «Золотая шайба», какие пожелания от вас, от чемпионов? Космическим аллигаторам? Можно и космическим аллигаторам, можно и Сатурну, и авиаторам, фортуне, успеху, и сколько вот у нас команд в городе есть? Пожелать, да надо, как бы, побольше тренироваться, чтобы у нас в городе было не там, не две-три команды, с которыми более-менее можно играть, а как бы наоборот, вот у нас есть вот в этом году 11, это команд старших юношей, вот, чтобы вот с этими 11 и были игры не как там по 10-15-0, а как бы вот в шайбу, в две, там, в три, то есть равная игра, и, во-первых, это и зрителям будет интересно, и родителям, и детям самим. То же самое, опять же, на эту же, на финал уже группировать, опять же, сборную города делать, чтобы не только там, как говорится, одна чайка была, а то же брать там пятер, пять человек, там, вот, и это одно желание, конечно. Хочется играть с более-менее равными командами, чтобы была конкуренция, и хотелось выигрывать, хотелось играть, хотелось побеждать. Это был «Любительский хоккей» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами, увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok